Дюфрейн Скажите мне еще раз, какие два ингредиента веры Авраама мы уже обсуждали? Первый. Вера называет несуществующее как существующее. Второй. Вера верит просто потому, что Бог говорит это. Ни по какой другой причине. Не из-за того, что говорят мои финансы, не из-за того, что говорят другие люди или врачи, а потому что Бог это говорит. И этого достаточно, чтобы я поверила. Аминь. Я хочу прочитать вам кое-что, что сказал доктор Лестер Саммерл. Ходя в мире веры, вы удаляетесь из этого мира. Вы удаляетесь от того, что видят глаза, слышат уши и осязают пальцы. Вы помещаете себя в совершенно другой мир, мир веры. В этом мире вы должны принимать Слово Божье. Если Бог говорит, значит так и есть. Вот что такое настоящая вера. Бог сказал, и это все, что мне нужно знать. Когда я сталкиваюсь с ситуациями, которые противоречат, я себя спрашиваю, что Бог сказал об этом, что Бог мне сказал. Видите ли, Бог может сказать вам двумя способами. Через свое слово, или он может сказать конкретно о вашей жизни Духом Божьим. Дух Божий может сказать, это мой дом для тебя. Вот мое направление для твоей жизни. Я хочу, чтобы ты взял вот эту работу. Это мое обеспечение для тебя. Когда Бог говорит вам, это Слово Божье для вашей жизни. Держитесь этого. Будет ли дьявол бросать этому вызов? Да. Поэтому и нужно сражаться за веру. Да. Но ведь... Нет, Бог сказал. Но ведь не выглядит, что это исполнится. Неважно, Бог сказал это. И это исполняется из-за того, что Бог говорит. Не верьте ни во что больше, чем в то, что говорит Бог. Люди верят своим размышлениям больше, чем в то, что говорит Бог. Люди верят в то, что они могут понять, просчитать больше, чем в то, что говорит Бог. Но не так поступал Авраам. Не верьте ничему больше, чем в то, что говорит Бог. Аминь. Вы рады, что вам не нужно остаток жизни провести, пытаясь во всем разобраться? Вы свободны. Иисус искупил вас. Он искупил вас от необходимости разбираться. Знаете, как теперь жить? Называть. 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 Не разбираться, а называть. Аминь. Третий ингредиент, который мы видим в вере Авраама, следующий. Авраам, не будучи слабым в вере. А, теперь он говорит нам, как не иметь слабую веру. Потому что можно иметь слабую веру. Но зачем, если можно иметь сильную? Авраам, не будучи слабым в вере, не принимал во внимание свое тело, уже омертвевшее. Другими словами, его тело больше не могло произвести ребенка. Этот сезон жизни был для него мертв. А Бог сказал, ты это сделаешь. Итак, когда Бог говорит что-то другое, чем то, что вам говорят физические обстоятельства, не смотрите на то, что они вам говорят. Что значит не смотреть? Не обдумывайте это. Не позволяйте этому прокручиваться в ваших мыслях. Не позвольте этому просочиться в то, что вы говорите. Не рассматривайте это. Не принимайте это в расчет. То есть, когда Бог сказал ему, ты будешь отцом многих народов, он знал, что его тело было неспособно в тот момент произвести ребенка. Но чего он не делал? Он не принимал советов от своего тела. Слишком часто люди советуются не с тем, с чем надо. Они советуются со своими размышлениями. Они пытаются разобраться, консультируются со своим прошлым, консультируются со своим телом, со своими финансами. Они консультируются с ценой за что-то. Если Бог говорит, что вы можете иметь это, то не важно, сколько оно стоит. Если Бог говорит, что это ваш дом, не важно, сколько он стоит. Перестаньте консультироваться с ценой, чтобы разобраться, можете ли вы это иметь. Ведь вера консультируется только с Богом и всем, что согласно с Богом. Поэтому, если хотите иметь сильную жизнь веры, нужно знать, кого перестать слушать. И знать, кого нужно слушать. Аминь. Слава Богу. Итак, сказано, Авраам, не будучи слабым в вере, не принимал во внимание свое тело, уже омертвевшее. Значит, слабая вера принимает во внимание неправильные вещи, а сильная вера не будет принимать во внимание неправильные вещи. Кто из вас знает, что важно, что вы принимаете во внимание? Аллелуя. Здесь сказано, что он не принимал во внимание собственное тело. Его тело обращалось к нему и говорило, «Ты не можешь иметь ребенка», а он его даже не слушал. Это не важно, не важно. Вам нужно знать, что игнорировать, если вы хотите иметь сильную веру. И вам нужно знать, кого игнорировать. То, что вы кого-то любите, еще не значит, что вы должны прислушиваться, если его совет не соответствует Слову Божьему. Вы можете все равно уважать этого человека, но нужно знать, от кого я собираюсь принимать совет, а от кого нет. Аминь. Четвертый ингредиент, который мы находим в вере Авраама. Авраам не принимал во внимание свое тело, уже омертвевшее, и послушайте, и омертвение у тробы сариной. Итак, если вы хотите иметь сильную веру, вы не только не должны принимать во внимание то, что приходит к вам лично, вы не можете помышлять и о том, что происходит в жизни близких. Он даже не принимал во внимание ее тело. Ее тело было не способно произвести ребенка. Но он этого не учитывал. Это значит, они не лежали в кровати и не обсуждали это. «Дорогая, мы уже пробовали все эти годы заиметь ребенка. Как?» Это называется принимать во внимание неправильные вещи. Неправильные разговоры научат вас, как уйти от вашей судьбы. Неправильные разговоры ночью в кровати, неправильные разговоры за ужином, неправильные разговоры с людьми на работе, которые не были научены слову, которому вы научены. Все это сворует у вас вашу судьбу. Поэтому Авраам даже не принимал во внимание и тело другого человека. Как насчет вас, если вы стоите в вере об исцелении? Вы замечали, когда вы собираетесь верить в исцеление, дьявол вам напоминает, или даже ваш собственный разум напоминает, что уже три человека, которых вы знали, умерли от этого. Вера не принимает во внимание, как кто-то другой потерпел неудачу. Вера не принимает во внимание, как кто-то другой не получил свой ответ. Это не моя проблема. Скажем, я сажусь, чтобы оплачивать свои счета, и, скажем, у меня более чем достаточно денег для этого, и вдруг вспоминаю, что вчера разговаривала с соседом, и они теряют свой дом, потому что у них банкротство. Я же не сяду и не скажу, может, я тоже не могу оплатить счета, может, я тоже банкрот. Разве не безрассудно думать, что вы не можете оплатить свои счета, потому что они не смогли? Почему же тогда вы смотрите на тело кого-то, кто не исцелился, чтобы решить, можете ли вы исцелиться? Почему вы смотрите на другую семью, чтобы решить, в каком направлении пойдет ваша семья? Вера не смотрит на других людей, чтобы разобраться, можно ли получить победу или нет. Аминь. Авраам даже не принимал во внимание тело самого близкого человека. Аминь. Вам можно игнорировать состояние кого бы то ни было, если оно не в согласии со Словом Божьим. Вам можно игнорировать ситуацию, состояние, любые неудачи других. Дьявол спешит показать вам неудачи других людей, как только вы нуждаетесь в чуде. Не так ли? Он будет вам напоминать, проводить шествие неудач перед вашими глазами. Но вы настолько же быстро покажите ему успехи. Дьявол, а я знаю многих людей, которые получили то, что им нужно было от Бога. И не только. Позволь мне рассказать тебе обо всех чудесах, которые я получил в своей жизни. Позволь мне напомнить тебе. Вам нужно очень быстро показывать победы веры, когда дьявол пытается показать вам неудачи. Аминь. Итак, Авраам не учитывал то, что было не его делом. Вы не знаете, что там у Бога с кем-то другим. Не лезьте. Вы не знаете, почему они получили или не получили что-то от Бога. И дьявол хочет попытаться заставить вас отвечать за неудачи других. Почему? Потому что это ослабит вашу веру. Он хочет, чтобы вы разбирались, почему кто-то, кто верил Богу, не оплатил счета, не получил исцеления. Не мое дело, дьявол. Не мое дело. Я не в ответе за это. Он все время хочет, чтобы ваша вера была привязана к чужим делам, чтобы ее ослабить. Ваша вера между вами и Богом. Вами и Богом. Вами и Богом. Аминь. Пятое, что мы видим. Пятый ингредиент веры Авраама. Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием. Заметьте, неверие заставит вас колебаться. Что такое колебаться? Это значит шататься, спотыкаться или даже неровно двигаться. То есть в понедельник верят, во вторник не верят. В среду верят, в четверг не верят. Это называется неверие. Это называется колебаться. Итак, вера должна быть постоянным потоком. Вы не можете останавливать и начинать веру в то, что Бог сделает для вас. Если вы осознаете, что уже остановились, начните снова. Аминь. Начните снова. Но нельзя позволять себе быть непостоянным в том, что вы называете, что вы говорите. Потому что Авраам был постоянен в том, во что он верил. Он не изменялся изо дня в день. На основании обстоятельств. Позвольте мне объяснить вам, как колебаться, чтобы вы знали, как не делать этого. Вы колеблитесь, когда вы выходите на арену мыслей и пытаетесь разобраться, когда же появится мой ответ, почему он еще не пришел, кого Бог для этого употребит, как он принесет мне деньги. Это вообще не ваше дело, потому что это все Божья часть. Вы не квалифицированы и не помазаны и даже не способны выполнить Божью часть. И раз уж вы не квалифицированы, просто не вмешивайтесь в это. Он единственный, достаточно велик, чтобы выполнить свою великую часть. И позвольте сказать вам, он верен в выполнении своей части. Вам не нужно ставить под сомнение, выполнит ли он свою часть. Он всегда держит слово. Скажите со мной, Бог всегда держит слово. Аминь. Бог не изменчив. Мы изменчивы. Аминь. Итак, если вы выходите на арену мыслей и пытаетесь разобраться, почему же так долго, когда же придет ответ, когда вы начинаете задавать вопросы, знайте, вы на поле битвы разума. Почему так долго? Какой путь Бог изберет? Где Он возьмет деньги? Все вопросы – это арена мыслей. Не ваше дело быть на этой арене. Послушайте, в вашем разуме веры нет. Ваша вера в вашем духе, в вашем сердце. Аминь. Ваша вера в вашем духе, вы не можете верить Богу разумом, поэтому разум перегружен, он на взводе. Когда вы чувствуете, что не справляетесь, и очень трудно верить Богу, знайте, вы на арене мыслей. Вы чувствуете, что пытаетесь схватиться за соломинку, потому что стараетесь поверить разумам, а он для этого не создан. Разум должен соглашаться, а не верить. Это и есть обновление ума. Обновление ума означает, что мы выясняем Божьи мысли, берем Божьи мысли, верим в Божьи мысли, когда они отличаются от наших собственных. Так? Если наше прошлое говорит нам, что у нас никогда не будет успеха, это не то, что говорит Бог. Поэтому мы откладываем то, чему были научены, например, что у нас никогда не будет чего-то, не будет успеха. Это не то, что говорит Бог. Библия говорит, что Бог дает нам все обильно для наслаждения. У Него есть все для моего будущего. У Него есть все для моего настоящего, прямо сейчас. Он все запланировал для меня. Я не буду лишать себя всего, неправильно думая. Поэтому обновление ума значит избавление от неправильного мышления и замена его Божьим мышлением. Когда вы это сделаете, ваши мысли будут согласны со словом, согласны с верой в вашем сердце, вместо того, чтобы сопротивляться и спорить с верой в вашем сердце. Мы знаем, что Авраам так не поступал. Он не выходил на арену мысли и не пытался разобраться, как я стану отцом многих народов, как Бог это сделает, когда Он это сделает, как Он это исполнит. Мы знаем, что Он не выходил на эту арену, потому что сказано, что Он не колебался. Аминь. Кто из вас знает, что нужно упражняться в том, чтобы избегать ментальной арены? Почему? Потому что для разума естественно хотеть быть во голове. Естественно хотеть во всем разобраться. И дьявол обязательно будет разжигать мысли. Не так ли? Возникает мысль, мешающая вашей вере, и дьявол будет тыкать в эту мысль и прокручивать, и прокручивать ее. Как это преодолеть? Ответить, сказать «нет». Нет, это не моя мысль. Не мое дело, как Бог это сделает. Мое дело – называть это. Мое дело – звать это. Мое дело – верить и называть. Бог дал нам такую легкую часть. Верить и называть. Верить и называть. Вам не нужно это сделать, не нужно исполнить, не нужно иметь для этого силу. Он производит работу. Наше дело – верить. А верить – значит говорить правильные вещи и иметь мысли веры. У сильной веры не просто есть слова веры, но и мысли веры. Это значит, когда вы лежите в кровати вечером, вы не воображаете худшее, вы воображаете лучшее. Вы не представляете себе самое худшее, вы представляете себе самое лучшее. Моя жизнь становится лучше каждый день. С этого мгновения моя жизнь становится лучше. Говорите это каждый день. С этого момента моя жизнь становится лучше. Аминь. Поэтому избегайте арены мыслей, чтобы не колебаться Послушайте, ментальная арена — это арена дьявола Если он сможет затащить вас на ментальную арену, он украдет вашу веру Не выходите с арены веры Там он никогда не сможет вас поразить Аминь Он хочет затащить вас на арену мыслей, потому что там он может вас превзойти Но если вы его затащите на арену веры, вы его победите каждый раз Каждый раз Итак, шестой ингредиент Давайте посмотрим на следующий ингредиент веры Авраама Шестой Авраам был силен в вере Как он был силен в вере? Здесь сказано как? Воздавая славу Богу Как легко! Чтобы иметь сильную веру, просто не переставайте воздавать славу Богу Когда разум хочет разобраться Скажите, нет-нет, Бог работает над этим Спасибо, Отец, ты работаешь над этим Спасибо, Отец, ты работаешь над этим Это называется воздавать славу Не воздавайте славу своему разуму, воздавайте ему славу Не воздавайте славу своим обстоятельствам, воздавайте ему славу Чему вы уделяете внимание, то вы и славите Если в центре вашего внимания, ваша нужда, то вы ей воздаете славу Воздавайте ему славу Аминь. Это значит сфокусировать внимание. Дьявол хотел бы перевести ваше внимание на неправильные вещи, потому что тогда он вас обворует. Но теперь мы знаем, как иметь сильную веру, сосредоточить внимание на Боге. Не переключать внимание с того, что говорит Бог. Аминь. Сильная вера воздает славу Богу. Итак, когда вы воздаете славу Богу, ваша вера будет укрепляться. Заметьте, вера не приходит через прославление Бога. Она приходит от слышания Слова Божьего. Правильно? Вера от слышания, а слышание от Слова. Но вера, которая у вас уже есть, укрепляется через воздаяние славы Богу. В вас есть вера. Если вы верующие, у вас есть вера. Укрепляйте ее, укрепляйте ее, укрепляйте ее. Мы можем ее увеличивать, но также и укреплять. Как же сделать ее сильнее? Авраам был силен в вере, воздавая славу Богу. Значит, вам нужно хорошо уметь прославлять. Если вы не особо много славите в течение дня, вы не укрепляете свою веру, вы упускаете возможность укрепить веру. Заведите духовную привычку говорить, слава Господу, слава Господу. В течение всего дня, слава Господу, слава тебе, Отец, ты работаешь над этим. Спасибо, Отец, ты работаешь над этим. Есть соблазн волноваться о чем-то? Как узнать, что вы волнуетесь? Вы думаете об этом. Есть соблазн волноваться о чем-то? Вместо этого славь. Слава тебе, Отец, что ты работаешь над этим. Мне не нужно разбираться с этим. Ты работаешь над этим. Слава Господу, ты это делаешь, делаешь, делаешь. Помните Павла и Силу? Их избили, бросили в тюрьму. Их ноги были забиты в колоду, руки в оковах. Их избили. Они во внутренней темнице. И там сказано, они молились. И что? Молились и пели хвалу. Что они делали? Они укрепляли свою веру в то время, когда что-то пыталось забрать у них веру. Они целенаправленно укрепляли свою веру. Что они делали? Слава Господу, слава Господу, слава Господу. И Библия говорит, они славили так громко, что узники их слышали. То есть они не просто вот так делали. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Может быть, это и подходит, когда вы в каком-то месте, где вы не должны вести себя громко. Но позвольте сказать вам, вот здесь точно можно быть громкими. И у себя дома вы должны быть способны громко сказать слава Господу. А если вы боитесь, вам нужно изменить атмосферу в доме. Потому что в вашей вере нужна ваша хвала. Ваша вера выражается через хвалу. Это один из способов. И на самом деле первичный способ высвобождения веры – хвала. И чем больше вы ее высвобождаете, тем сильнее она становится. Итак, Авраам был силен в вере, воздавая славу Богу. Аминь. Заметьте, Павел и Сила были в тюрьме. И сказано, что они молились и пели хвалу. Церковный мир любит молитву. Но многие христиане не могут выйти из трудностей не потому, что не молились, а потому, что не славили. Когда вы помолились, Бог вас услышал. Но не продолжайте молиться и просить у Него одно и то же, снова и снова и снова. Теперь славьте Его за то, что Он услышал вас, когда вы просили. Аминь. Мы видим, что когда Павел и Сила молились и пели хвалу, что произошло? Сделалось великое землетрясение, двери темницы отворились, узы упали с их рук, их ног. Выглядит, как большой побег. Хвала была их побегом. Это землетрясение не пришло, пока они молились, а пришло, когда они славили. Если что-то еще не приходит, поторопитесь и начните славить. Хвала — это не просто мгновение. Это должен быть образ жизни прославления. Вы встаете с утра. Слава Господу! Спасибо, Отец, что сила Твоя течет сегодня в моей жизни. Я благодарю Тебя, что Твои ответы являются в моей жизни. И вы начинаете прославлять Бога. Это самый лучший способ, как удержать свой разум от конфликтов. Начните говорить до того, как ваш разум начнет говорить с вами. И лучше всего — говорить Слово и славить Господа. Аминь. Многие страдают, потому что не уделили время, чтобы поклоняться Богу. Поэтому они страдают. Многие страдают от болезней, от недостатка, от депрессии, от мучений, от разных вещей просто потому, что не уделили время, чтобы славить Бога. Если бы они это делали, хвала приносит помазание. Вы понимаете? Поэтому это так важно. Хвала приносит помазание. И именно помазание разрушает ермо. Исайя говорит нам. Поэтому, когда вы славите, помазание приходит. И когда помазание приходит, тогда оно начинает все срывать с вас. Аминь. Если что-то продолжает висеть на вас, это потому что вы еще не принесли помазание. Принесите помазание. Как? Прославляя. Хвала приглашает силу Божью проявиться. Почему? Потому что хвала — это акт веры. Это акт веры. Аминь. Часто люди думают, что им не хватает веры. На самом деле им не хватает хвалы. Если бы они начали больше прославлять, вера поднялась бы внутри их и взяла то, что у Бога есть для них. Аминь. Аллилуйя. Величайшие испытания, с которыми я столкнулась в своей жизни, я прошла через хвалу. И пастор не мог славить за меня. Мой муж не мог славить за меня. Друзья верующие не могли славить за меня. Мне нужно было самой славить. Ну, я стесняюсь. Но я не стесняюсь получить свое чудо. Я не стесняюсь получить свое обеспечение и исцеление. Поэтому это никак не мешает мне славить. Аминь. Последний ингредиент, который мы видим в вере Авраама. Авраам был полностью уверен, что Бог силен и исполнить обещанное. Это значит, что он знал, что Бог сделает то, что он сказал. Это и есть вера. Бог это сделает. Бог это сделает. Бог делает это. И вера — это не просто верить в то, что Бог может это сделать. И неверующие верят, что Бог может. Библия говорит, бесы тоже веруют и трепещут. Они знают, что Бог способен. Недостаточно верить, что Бог может. Вам нужно верить, что Бог делает это для меня сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Бог делает это для меня сейчас. Прямо сейчас. Мой ответ приближается к моей жизни прямо сейчас. Он прямо сейчас над этим работает. Вы скажете, что ты имеешь в виду сейчас, еще же ничего не видно. Да, хоть и не видно. Вы знаете, что в невидимом мире он работает над этим прямо сейчас. Он работает над той стороной, которую вы не видите. Аминь. Он работает над этим прямо сейчас. Вот во что верит вера. Она не верит в то, что Бог может. Она верит в то, что Бог работает над этим сейчас. И это проявится. Проявится. Когда? Мне не важно. Мне достаточно знать, что он работает над этим прямо сейчас. Мне этого достаточно, чтобы спокойно ложиться и хорошо спать ночью. Аминь. Итак, здесь сказано, Авраам был полностью уверен. И это очень важно. Авраам не частично был уверен. Он был полностью уверен. Для веры важно быть полными того Слова, в которое вы верите. Когда оно явится? Когда мое исцеление явится? Когда вы будете полны Писания об исцелении? Когда Писание об исцелении заполнит ваши уста, заполнит ваш разум? Когда мысли об исцелении настолько заполонят вашу жизнь, что вытолкнут мысли о болезнях? Когда вы будете наполнены истиной, которая обещает вам то, в чем вы нуждаетесь. Аминь. Итак, мы знаем, что Авраам был полностью убежден. Будьте человеком, которого Богу легко убедить. Не будьте тем, кого трудно убедить. Быстро верьте. Быстро говорите. Если это Бог говорит, для меня этого достаточно. Мне не нужно пойти и поговорить с пастором на личную двухчасовую консультацию, чтобы он убедил меня. Я буду быстро убеждаться. Когда я слышу, что это в Слове, я за это сразу хватаюсь. Я не прошу трех доказательств, 14 свидетельств. Если Слово это говорит, и я вижу это в двух-трех местах в Слове, потому что устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое Слово, когда я это вижу больше, чем в одном месте в Слове, вижу, что это Слово, я быстро в это верю. Аминь. Быстро верю. Итак, что мы скажем? Мы посмотрели на семь ингредиентов веры Авраама. Номер один – называть несуществующее как существующее. Второй – Авраам верил согласно тому, что было сказано. Верил в то, что Бог сказал ни во что другое. Третий – он не принимал во внимание собственное тело, не учитывал обстоятельства. Четвертый – он не принимал во внимание тело Сары, не принимал во внимание других людей и их ситуации. Пятый – он не поколебался в обетованиях Божьих. Он был постоянным в своей вере. Шестой – он был силен в вере, воздавая славу Богу. Седьмой – он был полностью уверен, что Бог сделает то, что Бог сказал. Аминь. Можете сказать «Бог делает для меня то, что Он сказал, что сделает для меня?» И Он делает это прямо сейчас. Я говорю «Он делает это прямо сейчас». Знаете что? У вас сильная вера. Именно это определяет сильную веру. Она у вас есть. Аминь. У меня есть сильная вера. У вас есть сильная вера. Аллилуйя. Это ваш контрольный список веры. Это перечень для инспекции вашей веры. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministriescanada.ca, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн в Канаде. Субтитры создавал DimaTorzok